Президентом станет человек уникальный, единственный в своем роде. То есть, Параг Обамов, он единственный темнокожий президент. Следующий президент тоже будет единственный в своем роде, уникальный. То есть, это больше похоже, честно говоря, не на выборы, а на пиар-компанию, на какой-то Голливуд. Ну вот, кандидат такой будет, единственный в своем роде. Женщина, конечно же, это единственный в своем роде кандидат. Но и Трамп тоже оригинал большой. Большой. Ну да, конечно. И самое интересное, что и Хилари Клинтон, и Трамп на момент выборов у обоих формула власти. Для меня это, конечно, вот такая сложная ситуация. Формула власти у двоих. Но я думаю, что это приведет к кризису власти в Америке. Рассматривала там, делила по географии эту Америку вашу, смотрела, почему же кризис власти. Но я думаю, это разделение сторонников, конечно же, ровно пополам. Но все-таки преимущество я отдаю Хилари именно за счет затмения. Она сможет за счет затмения изменить, повлиять на эту ситуацию. Хотя у Трампа очень много соответствий именно в дате выборов. Поэтому я думаю, что вот минимальный разрыв, может быть, даже второй тур будет в выборах. Но на фоне, именно на фоне наближающегося какого-то кризиса во всей власти. Вы знаете, я когда-то читал американский, правда, астролог. И он написал такую вещь, что, уж не знаю, из чего, конечно, он исходил. Но он написал, что он анализировал гороскопы вообще всех президентов. И он пришел к поводу, что еще в истории не было такого будущего, как он считает, президента, с таким сильным гороскопом. И, по его мнению, это Трамп. Сильный гороскоп, на самом деле. Но если была Джо Байден, нет, конечно. У Байдена был получше гороскоп. На самом деле так. Я думаю, что он гораздо мудрее Трампа. Ну, сильный. А, скажите. Знаете, вот я посмотрела еще на момент выборов. То есть мы тоже пытаемся это прогнозировать. Как раз будет пик геомагнитной активности. Значит, это серьезная ситуация. И кандидаты действительно будут очень серьезные. Вы имеете в виду ноябрь месяц? Да, да. Именно эти числа, на которые приходят в США. Буквально два дня до выборов. И сами выборы, это пик каких-то геомагнитных бурь. Это значит ситуация для всей планеты. Понятно. То есть люди могут, скажем так, под воздействием вот этих геомагнитных бурь, вести себя, ну, по-другому, чем они вели бы себя, если бы их не было. То есть, когда идет голосование, то есть вот в какой-то вот вдруг человек хотел голосовать еще там три дня тому назад за одного претендента. А вот прошли геомагнитные буря, он вдруг меняет свое решение, идет голосовать за другого. Это имеете в виду? Можно запросто. Запросто можно это формировать все. Просто уже до смешного доходит, когда назначают выборы. Мы видим итог именно потому, что период, на который назначены выборы, соответствует тому или иному решению народа. То есть, может быть, этого не знают, скорее всего, знают и используют, чтобы повлиять на ситуацию, выборы назначены именно на такое-то время. Выбирают единственного в своем роде уникального президента, Шута, может быть, какого-то, Гольвуд. То есть, я вижу ситуацию, что какой-то неестественный процесс происходит именно во власти в Америке, и это неправильно. То есть, что-то идет не так. Интересно. А скажите, ситуация ведь меняется. Не звезды меняются, но люди меняются, и что-то меняется. Вот сегодня гороскоп такой, теоретически, через три месяца, условно, через четыре-пять, может измениться ситуация? Может поменяться то, что вы видите сейчас, и через три-четыре месяца? Нет, конечно. Нет. Этого не может быть. Не может быть. Да, как стоял там в таком-то градусе этот объект Солнечной системы, там он и будет стоять. То есть, это не поменяется. То есть, как развивается ситуация? Сначала, конечно, реагируем мы в начале года, наше полушарие больше, а потом кризис уходит именно в Америку, в ваше полушарие. То есть, это все видно, и степенно, подряд все события развиваются. Как я вижу сейчас, так оно и будет. То есть, по порядочку. Хорошо. Ну, 2016 год для кого-то уже наступил, для кого-то наступает, для кого-то чуть позже наступит. Но это 2016 год для всей планеты. Ну, хотелось бы, чтобы все было хорошо на планете, чтобы все было бы тихо, мирно. Вот, поступил звонок. Простите, может быть, это по теме. Сейчас я его попробую принять. Алло, слушаю вас. Алло. Да-да, слушаю вас. Окей. Наш радиослушатель хочет задать вопрос. Я его включаю. Так сказать, громкоговорящую связь. Задавайте. Да. У меня вопрос такой. Можно задать? Да, задавайте. Василина, вы слышите, да? Я выключаю. Я выключаю громкоговорящую связь. Ну, давай. Вопрос еще, простой. Соединенные Штаты – это и внешняя политика. И вот вопрос к восселению. Вопрос к восселению заключается в отношении Соединенных Штатов к России. И судьба Украины в 2016 году. Хотя бы скратко. Спасибо. Послушайте по радио, пожалуйста. Еще вопрос? Все. Ну, на самом деле, я сам хотел задать этот вопрос. Вот радиослушатель его вам задал. Вы слышали, да, вопрос? Угу. Я поняла. Я поняла. Но вы должны учитывать, что я не политик, я астролог. И в первую очередь я прослеживала эту ситуацию по картографическим проекциям. То есть, когда, как обостряется ситуация в Америке, как синхронизируют с событиями на Украине. И что я хочу сказать, что Украина очень негативно реагирует именно во второй половине года. Западная и Центральная часть. Именно Западная и Центральная. И в это же время Западная часть Америки тоже, ну, возможно, какими-то природными катаклизмами. Если ситуация в Центральной Украине и Западной части Украины включена в какой-то мировой процесс, мировой кризис, я думаю, что Центральная и Западная части Украины будут развиваться по негативному сценарию. То есть, именно на основе этих выводов. То есть, там такое падение вниз. И очень даже интересно получается, что вот эти периоды, как Калифорния плохо, тогда и на Украине в центре плохо. Западная часть тоже реагирует Америка. Вот такая вот связь была. Ну, а отношения с Россией, меня спрашивали, тут, может, будет ли Третья мировая война между великими державами. Нет этой ситуации, я не увидела. Слишком много накопилось конфликтов других, которые нужно решать. Это природные катастрофы, это миграционный кризис. Может быть, вы думаете, что масштабы миграционного кризиса будут сохраняться на прежнем уровне. То есть, нужно будет решать эти проблемы. И решать их сообща. Поэтому в любом случае и Россия, и Америка будут пытаться находить общий язык. Возможно, что придется пожертвовать какими-то интересами Америки на Украине. Тем более экономическими интересами. Потому что, ну как, если вкладываться в экономику Украины, это же бездонная бочка. То есть, я знаю, о чем говорю. Я знаю, потому что с гороскопом знакомо. То есть, там половину, большую часть денег, скорее всего, не увидят. Поэтому американцы все-таки поймут это, что это бесперспективный проект. А свержения власти не будет? Где? В Украине. Где-то еще в других странах. Ну вот прямо сейчас, пока мы с вами беседуем, наверное, в какой-то стране обсуждается тема власти. Это общие астрологические показатели. Может быть, где-то в первых числах января мы уже узнаем, что где-то поменялся состав правительства. Кто-то сам ушел в отставку. Может быть, это затронет и Украину. Но в целом, конечно, правительственный кризис и кризис в Америке, правительственный кризис власти, они как-то очень перекликаются. То есть, можно посмотреть в увеличенном размере вот то, что на Украине происходит. Там все наружи, все явно, слишком явно. А у вас немножко скрыто. Но это то же самое. И поэтому экономика Украины будет падать в тот момент, когда будет падать экономика в Америке, а не в России. В России, может быть, с экономическими трудностями будут люди сталкиваться всю первую половину года. Страшно будет. А вот уже вторая плода, тогда и Украина, и Америка, и, в общем-то, это в целом мировая ситуация, нестабильная. Хорошо. Наверное, последний вопрос у меня к вам по поводу валюты. Ну, рубль, насколько я слежу, поскольку сам занимаюсь так маркетой или биржей, я вижу, рубль идет по отношению к доллару, дорожает. Доллар, имеется в виду. Тенденция сохранится, ну, это в основном для россиян, конечно, но в то же время. Но не только россиян, и там многие страны постсоветского пространства, все они страдают. Поэтому даже и для белорусов это важно. Тенденция будет сохраняться. Я думаю, что конец апреля, начало мая будет очередной пик кризиса. Наверное, там есть место черным вторником. И то, как сейчас уже я слышала прогнозы 85 за цена такая, ну, для российского рубля. Я думаю, может даже и больше быть. То есть, соответственно, там цена нефти может снизиться до 20. Я астролог, я цифру дать не могу. Но это мои предположения. То есть, я вижу, что спад глобальный. Но там есть одна у нас подушка безопасности. В России есть. В России, в странах постсоветского пространства. А вот о подушке безопасности я не скажу. В следующий раз. Потому что, да, нет, вы можете просто узнать это в прогнозе. Прогноз выйдет сегодня, я думаю, ночью. Понятно. Завтра утром посмотрите. Я понял. Ну, хорошо, спасибо. По поводу рубля и цифр, это я могу сказать. То есть, мое мнение как технического аналиста совпадает в данном случае с вашим прогнозом. Я про 80 рублей за 1 доллар, 82, я говорил уже давно. Но, поскольку тенденция по моим графикам показывает, что мы туда идем. А вообще, самая такая, возможно, минимальная, это 100, а то и 120 рублей за 1 доллар. К сожалению. Но вот так. А что по поводу вообще валюты в целом? То есть, идет речь о том, что, ну, так скажем, о том, что, в общем-то, будет вообще крах, в общем-то, валютной биржи, как таковой, да и биржи вообще в целом даже. Но пока до этого мы не доходим. Какие есть в этом плане прогнозы? То есть, будут какие-то, они и сейчас есть, мы же знаем, электронные институты. Август-начало, да, август-начало этого серьезного вопроса. Может быть, август это все не будет на поверхности, а в августе слишком много других будет событий происходить. И очень много творческих аспектов. То есть, где-то с помощью каких-то сценариев, начала экономического кризиса, я думаю, что можно будет сгладить и скрыть, немножко спрятать. Но в октябре и ноябре об этом узнают все, и это будет проблема номер один. А, к сожалению, экономика, когда задействована, тогда и обостряются военные конфликты. Ну, все сейчас умные, все все понимают. Поэтому нужно ждать и обострения каких-то боевых действий в различных регионах, революции уже в августе, народные волнения. Вы имеете в виду регионов в масштабе вообще мирового, да? Ну, я... Или конкретно России, или конкретно Соединенных Штатов? На территории России я не вижу никаких глобальных конфликтов. Там есть зоны экологического бедствия в Сибири, Байкал, Красноярский край, да. Эта ситуация серьезная, но более серьезного там ничего такого нет. Очень беспокоит меня Афганистан, Пакистан. Я вижу, что ситуация там буквально каждую неделю набирает силу, накаляется. А вот возможно, что это еще один регион, там граница с Каджикистаном у нас, который потребует какого-то вмешательства дополнительного. Ну, там у нас несколько раз Северная и Южная Корея фигурировали в прогнозе. То есть, в картографическом проходят там нехорошие какие-то аспекты. Ну, может быть, там что-то произойдет. Но, не дай бог, это же самое страшное, мы понимаем. Люди там не совсем понятно себя ведут для нас, для нашего здравого мышления. Ну, наверное, все-таки и еще напомнить нужно об одной проблеме, это миграционный кризис. У нас будет три миграционных волны, там февраль, конец мая и самая большая, это август-сентябрь. У нас это где? В Европе. Это Европа. Получается, что третья волна, она очень большая и среди мигрантов будет еще много погибших. Вот я боюсь фантазировать и предполагать, но, по-моему, это война с беженцами. Слишком погибших и много мигрантов. Это похоже, что местное население воюет с беженцами. Понятно. Либо наоборот. Я понял. Ну, хорошо. Давайте, наверное, мы уже подведем черту. Опять же, времени у вас все меньше и меньше. Огурцы уже практически, ну, еще не до конца дорезаны. Поэтому надо вам дать возможность, в общем-то, закончить и подготовиться к неизбежному, как у нас тут говорят. Ну, неизбежная эта встреча Нового года. Ничего страшного. И сейчас мы все должны находиться в радостном настроении, потому что, ну, перемены, как в песне Виктора Цоя, мы ждем перемен. А в хорошем плане, поскольку информация... Конечно, в хорошем. Да. Такой напряженный год, это хорошо для тех, кто не сидит сложа руки. И главное, чтобы человек поступал в соответствии со своей совестью, правильно прорабатывал астрологические какие-то аспекты. Тогда все будет хорошо. Это начало чего-то нового. Да, дорогие... И кто идет в ногу со временем, все получится. Отлично. Василина, огромное вам спасибо. С наступающим вас Новым годом. Чтобы у вас в Новом году еще больше и больше и больше. Чтобы у вас мир, покой и счастье был. И у вас в семье. У вас в городе. У вас и у нас. Я сам, так сказать, из Белоруссии. Вот, чтобы там все было здорово и замечательно. Ну, мир умер. Мир во всем мире, да? И, дорогие друзья, с нами была Василина Мицкевич, руководитель астрологической школы Беларусь. И своего проекта много вопросов. Огромное количество вопросов. И там по самолетам. И не сомневаюсь у наших радиослушателей. Но мы, скажем, глядим в будущее с оптимизмом. И мы уже сейчас по прогнозам. Открою секрет для тех, кто этого не знает. Сан-Гейтс. Радио у Василины в гороскопе. Она со мной поделилась. Я правильно говорю, нет? Да, все верно. Вот. Поэтому просто, так сказать, судьба, можно сказать, нас свела. И это означает о том, что мы будем встречаться. И, да, буквально через неделю мы встретимся. А 10 января, это воскресенье, вот буквально вот получил согласие 54 минуты тому назад. За одну минуту до начала нашей трансляции у нас будет в центре Сан-Гейтс интернет, эзотерический интернет-фестиваль или неважно как. Короче говоря, у нас будут на экранах наших телевизоров, большеформатных, у нас будет несколько человек, очень и очень неординарных, очень и очень неизвестных, включая Василина Митскевич. И мы будем с ними знакомиться. И даже для желающих будем иметь возможность получить какую-то меню-консультацию, чего, в общем-то, немногие делают, но вот так пошли навстречу нам, поскольку информация, еще раз, она всегда полезна. Как научиться ей пользоваться, вот как раз нам об этом рассказывает Василина. Это не значит, что вот у нас будет там, и мы, значит, все легли и ждем, когда там в сторону на нас, цунами на нас и так далее. Мы должны подготовиться к этому. Давайте готовиться к Новому году. Сейчас. Давайте. Да. Еще раз спасибо большое, дорогие друзья. Да. Все. До новых встреч. С Новым годом всем. С Новым годом.